Всем здравствуйте! Я вас очень рада тут сегодня видеть. Классно, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что это не последняя наша совместная встреча. Мы рады будем просто послушать и выступить, если что-то еще захочется послушать. Я сегодня расскажу такую тему, которая называется онбординг. Онбординг не IT-специалистов, а онбординг именно в бэк-офис HR-ов, рекрутеров. Расскажу, как это устроено у нас. Тоже Ксения уже рассказала, что спасибо большое нашим ребятам, которые для нас пишут огромное количество систем. Мы все используем, в том числе и в онбординге. То, что я сегодня буду рассказывать, можно применять не только к IT-компаниям. Это как пример, наша компания DataArt. А вы в своих компаниях, если не IT, вы тоже можете это применять, смотреть, как мы сделали, попробовать подумать, какие блоки должны быть включены у вас. И вот еще я сегодня призываю, у нас такая камерная обстановка. Я не хочу вопросы отодвигать на самый-самый конец. Если что-то хочется уточнить по слайду, потому что я говорю, вы меня сразу тогда останавливайте, поднимайте руку, мы обсудим. Потому что так будет проще, чтобы никто ничего не забыл. В общем, вот. Давайте познакомимся. Я сразу вот так сделаю. Меня зовут Ира Мултых. Я HR в компании DataArt. Мы занимаемся разработкой законного программного обеспечения IT-консалтингом. Я в компании могу начать в целом с рассказа Елены Федорова. Я тоже пришла как саппорт-менеджер. Это вот коллеги, которые вас встречали. Потом я начала заниматься рекрутингом, потом внутренним HR-ом, потом я начала заниматься онбурдингом новичков и технических, и в HR. И вот еще занимаюсь стаффингом крупных проектов. Да, это что такое? В общем, есть проект, который нужно застаффить там типа за два месяца 100-200 человек. Вот. То есть как бы я занимаюсь этим. Это не значит, что я их там хожу и ищу сама по всем нашим локациям. Вот. Я пользуюсь помощью, конечно же, наших уже существующих рекрутеров, просто аккумулирую это в одну ячейку к этому проекту. Вот. Про компанию я уже рассказала. Да, здесь немножко цифр. Про сколько нам лет, сколько у нас человек и сколько центров разработки. Про технологии и кого мы ищем, да, уже рассказала Ксюша. Спектр просто невероятный. Поэтому, в общем, для каждого IT-специалиста в любой нашей локации в целом мы можем найти какой-то проект, какую-то позицию, но за исключением чего-то совсем редкого. Вот. Хотела бы я перейти к нашей теме, да. Вот. Расскажите, пожалуйста, а кто-то вообще занимается или занимался когда-то онбордингом? Ну, неважно, да, там просто специалистов, которые у вас работали, или ваших же коллег HR-ов. Отлично, класс. А кто-то сталкивался с ситуацией, когда вы приходили в новую компанию или просто на первое место работы, и когда вот ничего не было, как бы не у кого было поучиться, и вот вы в эту пучину просто обрывались, и было, да. Ну, класс. Наверное, вы понимаете, в общем, что это сложно. И вот я бы хотела рассказать тоже нашу историю, как мы и поняли, что вот нам нужен этот онбординг. Когда я приходила в компанию, это было 7 лет назад почти, во всем HR-е компании, да, тогда было только Россия и Украина, насколько я помню, было 13 человек. И в целом в каждом офисе была команда, которая могла бы новичка как-то зонбордить, да, то есть как бы рассказать, что у нас, как делается. И вот в том числе и я, когда попала сюда, здесь уже были люди, которые рассказали мне все поэтапно, очень там за чаем, за кофе, показали все системы, которые на тот момент существовали. Все было очень плавно и, в общем, хорошо. Вот. Потом, значит, случилось следующее. Сейчас у нас уже более 70 человек в HR-е по всей компании, и локации у нас тоже прибавилось значительно за эти годы. Вот. И где-то, сейчас мне тут показали, как пользоваться кликером, где-то вот на этом моменте у нас случилась следующая ситуация. То есть у нас есть офис в Санкт-Петербурге, да, там, как бы, это была, это самая, как бы, старая локация из девелоперских, там всегда был кто-то, кто мог зонбордить новичка в HR. И вот, значит, там происходят какие-то невероятные изменения. Один HR, там, переходит в другой вообще департамент, потом приходит HR, который быстро уходит. Он тоже был плохо, как бы, подготовлен к этому всему, и, может быть, из-за этого случился уход. И потом приходит HR, который замечательный, прекрасный, с огромным опытом, и просто вот в локации нет никого, кто мог бы ему что-то рассказать. Конечно же, ну, как бы, мы компания гибкая, да, там, мы прислали сразу в командировку опытного HR-рекрутера, который все начал это так же опять же на словах рассказывать, да, там, без всяких бумажек, без каких-то там шагов. Вот. Но вот этот опытный HR, который был зонборден таким способом, да, он, в общем, как-то подумал и подумал, и сказал, что больше такого не будет в нашей компании, давайте-ка что-то придумаем с этим, чтобы даже если мы открываем новую локацию, там новый человек, да, понятно, что ему все равно нужна будет помощь какого-то другого человека, но хотя бы, чтобы у него были материалы, к которому он мог обратиться. Чем еще это полезно, да, когда есть материалы? Даже если вы их все прочитали, вам по ним все рассказали, вы там начали по ним работать, человек, который вас зонбордил, он как бы, ну, не вечно будет, да, сидеть с вами рядом на стуле. Вот. Эти материалы полезны тем, что к ним всегда можно обратиться. В общем, вот с такой целью мы их и создавали. Да, идем дальше. Вот. Основная моя мысль, да, сегодняшняя. В общем, чтобы не было вот таких ситуаций, да, как бы в движущийся поезд, чтобы никто не врывался в нашей компании, мы подумали, что если мы грамотно будем онбордить наших HR-ов и рекрутеров, в общем, то на выходе после всего этого процесса мы получаем человека, который разбирается в нашей компании, знает ответы на все вопросы. Он может онбордить других HR-ов, он может онбордить вообще специалистов. Он знает все, несет это в мир, внутрь компании, и вообще как бы максимально лоялен к нам и к этой вселенной, которая его окружает. Вот. Сегодня я расскажу про наш онбординг, да, который, рассказ будет состоять из следующего. Как у нас построен процесс в целом, в общем, кто в нем участвует, роли, этапы и так далее. Какие материалы мы создали для этого и как мы это делали, и какие бывают еще особенности в онбординге. Ну, я буду говорить про нашу специфику, вы тоже можете как бы это все адаптировать на себя. Опять же говорю, если будут какие-то вопросы, сразу вы их задавайте. Вот, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот. Как построен процесс, какие могут быть роли. Ну, конечно же, это новичок, да, который к нам приходит. Далее к этому новичку мы стараемся обязательно кого-то прикрепить, какого-то опытного человека, который может там отвечать на вопросы, который может выстроить какой-то план, рассказать в самом начале, что нужно будет сделать, по каким этапам. Вот. И который мониторит этот весь процесс, то есть спрашивает, как дела. Ну, понятно, что как бы, да, там мы ждем всегда от человека активности, да, чтобы он задавал вопросы. Но вот человек, который это все мониторит, тоже должен быть, как мы считаем. Вот. И, конечно же, есть команда. Команда у нас распределенная чаще всего. То есть новый человек, который приходит, он не ограничен локацией, вот, например, Воронежа, да, то есть нет такого, что он общается только с коллегами в локации. У нас рекрутеры общаются практически на ежедневной основе, все вместе на общих созвонах, обсуждают кандидатов, разные ситуации. И поэтому, в общем, команда – это в целом как бы весь HR компании. Вот. Команда в этом случае выступает средой, которая поддерживает онбординг. Да, какие этапы? В нашем онбординге есть теория, есть какие-то практические задания, которые, ну, чтобы закрепить теорию, да. Есть практика уже реальная, это, например, проведение интервью, там, послушать интервью вместе с куратором, там, начать их проводить самому, потом начать, там, какой-то активный поиск кандидатов, проводить его по всем этапам, согласовывать решения по кандидату, ну, и там, финально это сделать оффер, как бы, да, это такое уже вишенка на торте. Вот. Вот эта практика как раз и включает. По итогу всего этого процесса онбординга мы рассчитываем, что человек уже начинает делать это все сам в какой-то момент. Ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Это вообще, как бы, для нас не сильно важно, как бы, если виден прогресс постоянно, да, вот, если видно, как бы, желание человека учиться. Просто у кого-то больше опыта, у кого-то меньше. Вот. Я думаю, что это связано обычно с этим. Вот. Как это все выглядит? Вообще, в целом, как бы, словом онбординг мы начали заниматься, и процессом онбординга мы начали заниматься системно около двух лет назад. К нам пришел специальный человек, который все это настроил. Каждый специалист, который приходит в компанию, неважно, это HR, там, Java-разработчик, он получает вот такой список задач. Какие-то пункты там стандартные есть у всех людей. Там, например, там, познакомиться с коллегами вокруг, там, что еще, там, пообедать с HR-ами, там, первые две недели. Вот. Далее, как бы, идут список специфических задач. Там у рекрутера, это, например, там, пройти курсы, там, следующие. У Java-специалиста, там, взять какой-то курс, там, если вы вайдли, если вайдли, это значит, что он еще не занят в проекте. Если он в проекте, обязательно там, ну, там, проектный менеджер может поставить задачу, там, взять там столько-то тасок. Ну, это я так образно, да, говорю. Вот, в общем, вот такие задачи получает, вот такой список получает каждый специалист, который приходит в компанию. И после того, как задачи выполнены, в общем, он отмечает их галочками. Мы считаем, что это удобно, потому что он всегда под рукой, ссылка там, может быть, всегда открыта, может быть, где-то сохранена. Плюс она всегда есть там в онлайн-доступе у человека, можно всегда ее быстро найти. Вот. Чем мы пользуемся при онбординге, то есть, вот, в общем, где это все хранится? У нас есть внутренняя система, мы ее называем ЕДУ, да, это портал с курсами. Сначала он был разработан для, конечно же, технических курсов, для ребят из продакшена. Вот. Потом, когда мы, значит, занялись нашими дорогими HR-ами, нами, вот, мы решили, почему бы нам ее не использовать, потому что там уже все есть, как бы мы можем просто добавить то, что нам нужно, и это, в общем, и давать это нашим HR. Вот. Так мы и начали делать. Вот. Весь онбординг сформирован из курсов, есть обязательные курсы, есть дополнительные курсы, они проходятся по желанию, но очень-очень-очень рекомендованы. Вот. Этот слайд я сделала, чтобы рассказать про проактивность. Вот. Это, в общем, главное, что мы просим от наших кандидатов, от наших HR-ов, и вообще от людей в компании. То есть это, как бы, не только, да, к HR-у относится. В компании, как бы, культура проактивности, да, мы ожидаем, что человек берет задачи, ему не дают задачи, мы ожидаем, что человек задает вопрос, а не ждет, когда к нему придут с проверкой. Вот, в общем, этот слайд про это. Вот. Это первое, о чем мы просим, когда начинаем кого-то онбордить. Да, про учебные материалы. Значит, есть два обязательных курса. Первое – ведение в HR, а второй называется «Алгоритм рекрутмента». Ведение в HR состоит, ну, он в таком формате, вопрос-ответ, часто задаваемые вопросы. Например, там, какая у вас зарплата? И дальше идет, как бы, предлагаемый нами ответ на этот вопрос, как бы, который мы хотим, чтобы HR-рекрутер нес в мир и также внутрь компании отвечал нашим коллегам. Вот. Вот здесь можно на слайде посмотреть, как бы, как раз тот спектр вопросов, который там освещен. Вот. Соответственно, как бы, после этого курса, он такой базовый достаточно, после этого курса мы получаем HR, который знает ответы на основные вопросы, которые могут быть заданы. Он может уже участвовать в ивентах наших, да, то есть там общаться с кандидатами, потому что, ну, как бы, это, правда, основное, то есть, как бы, такие базовые вещи. Плюс этот курс, материалы этого курса могут использоваться при подготовке к интервью. То есть, как бы, на интервью кандидаты задают те же самые вопросы, то есть отличий точно никаких нет. Вот. Конечно же, бывает что-то специфическое, но здесь уже поможет куратор, как бы, если что-то, как бы, такое, не сильно сложное спросили или там какое-то, не знаю, там. Вот. В общем, всегда можно обратиться. Это я к тому, что один человек не остается никогда. Даже когда процесс онбординга закончен, в общем, мы всегда поддерживаем. Так. После этого курса мы даем проверочные задания. Они состоят из теста и развернутых вопросов. Тест такой по терминологии, то есть, как бы, понять, что человек понимает, кто есть кто, там, ну, например, там, project manager, разработчик, delivery manager, ну, и так далее, да, чтобы он тоже, как бы, мог ориентироваться и это рассказывать коллегам и кандидатам. Вот. Развернутые вопросы, для чего они даются? Для того, чтобы понять, насколько правильно в нашем понимании человек интерпретировал материал, который ему был дан в этом курсе. Мы просим, конечно же, не использовать формулировки прям вот точь-в-точь из курса, который он прочитал. Просто вот, ну, ожидаем, что своими словами человек объяснит нам ответы на те же самые вопросы, которые освещаются в курсе. Вот. А обязательно все результаты обсуждаются с куратором. Это нужно для того, чтобы человек понимал сразу фидбэк, мог что-то поправить. Ну, и там, на ранних этапах, да, как бы, всегда можно что-то там поменять, там, в тех словах, которые он использует, там, ну, в общем, для тех компаний, кому это важно, в общем, мы являемся такими, да, то есть, как бы, у нас есть определенные, там, лейблы, там, практиканская программа, летняя практика, академии. То есть, мы хотим, чтобы человек это все разделял, понимал и то же самое мог транслировать вовне и внутрь. Вот. Следующий обязательный курс алгоритма рекрутмента. Он отличается тем, что он уже более подробный, да, он покрывает материал от, получения заявки на поиск человека до выхода человека на работу. То есть, как бы, это пошаговый, вот прям материал, текст, пошаговый алгоритм, что, в какой ситуации рекрутер делает. Например, вам нужно организовать интервью на английском языке. Сходите, пожалуйста, вот по этой ссылке, инструкцию к этой системе вы можете найти вот по этой ссылке и назначите интервью там согласно вот этим правилам. Что мы делаем, да? Мы, да, это как раз вот из чего он состоит. То есть, это вот те шаги, словарь, который мы используем, материалы, все системы, все шаблоны, которые мы используем, вот, и, конечно же, инструкции и правила, по которым мы действуем в разных ситуациях, на разных этапах рекрутмента. Вот. Это проверочные задания, они тоже тут присутствуют. Тоже тест, ну, тест такой, там, базово понять, там, сориентировался человек или нет, да. Вот. Дальше есть такой достаточно большой список развернутых вопросов, но это не то чтобы вопросы, на которые есть правильный вариант ответа. Это вопросы ситуации. Например, кандидат должен был подключиться к звонку с экспертом, но он не выходит на связь, как бы, ваше действие. В алгоритмах не прописано, что вам надо позвонить по телефону, позвонить по скайпу, там, попробовать написать ему смс-ку. Мы ожидаем, что человек, как бы, ну, вот, посмотрит на этот вопрос и предложит какой-то свой ход мыслей. Вот. Если чего-то там будет не хватать, например, там, у нас есть какие-то еще варианты, которые предложить человеку, обязательно ментор это сделает. То есть, как бы, вот, в этих вопросах часто люди пытаются найти какие-то правильные ответы. Они есть, конечно, но некоторые, конечно, есть, да, там, очевидные ответы, в общем. Ну, скорее, это ситуации. Вот. А, сори. Вторые вопросы. У нас есть первый блок вопросов и второй блок вопросов. А первый блок вопросов, он тоже такой достаточно базовый, то есть, чтобы человек точно понимал, в какую систему зачем идти, какая система для чего сделана, там, какие-то стандартные ситуации точно у него в голове уже были проработаны и были шаблоны для того, чтобы справиться с ними. Второй блок вопросов дается через какое-то время, но мы тут ориентировочно написали через месяц, но иногда это бывает больше, бывает меньше, в зависимости от того, как идет процесс. Они уже более сложные. То есть, предполагается, что человек уже на этапе, когда там прошел всю теорию, там, немножко попрактиковался и уже начал как бы сам каким-то образом работать с кандидатами, искать, вести их по всем процессам, попробовал, столкнулся с какими-то препятствиями, проблемами, различными другими ситуациями, каким-то образом их уже порешал. Вот, и вот для уже этого этапа у нас есть второй блок вопросов, тоже ситуативных. Например, если у вас нет доступа вот к этой системе, куда вам нужно пойти? Вот, как бы, там, на первых порах это может быть не нужно, это может подсказать ментор, но потом уже, как бы, на выходе, да, там, ну, в среднем онбординг занимает три месяца, да, как в целом длится испытательный срок. Вот, а потом уже, как бы, мы ожидаем, что человек к концу этого процесса, он уже будет сам, как бы, знать и направлять там не только себя, когда нужно, но и будет еще направлять, там, тех же наших коллег из продакшена, которые могут задавать те же самые вопросы, доступами и так далее. Вот, и дополнительные курсы, как я уже сказала, они у нас необязательные, но очень-очень-очень мы их рекомендуем нашим новым коллегам, потому что они, правда, помогают, айти для нетехнических специалистов. Это прям вообще, я считаю, что его нужно сделать, на самом деле, обязательно, пока вот что-то мы этого не сделали, но думаю, что надо обсудить. Что это такое, да, это набор вебинаров от наших коллег, наших разработчиков, тестировщиков и так далее, да. Что в этих вебинарах? Они рассказывают про базовые вещи в технологиях, например, там, Java, какие у нее есть фреймворки. Что сейчас модно? Что там, какие проекты сейчас более популярны? Что такое бэкэнд, что такое фронтенд? Какие технологии бэкэндовые, какие фронтендовые? Вот. В общем, это все слушает наш новый рекрутер или HR, и потом он отвечает на короткий список вопросов, просто чтобы понять, что информация закрепилась в голове. Вот. Boolean and x-ray search курс. Для чего он? Ну, вы, наверное, сталкивались, да, с таким видом поиска. Для рекрутера он особенно актуален, как бы нам точно нужно убедиться, что человек это умеет, даже если там он пришел уже к нам с этими знаниями. Если как бы это там, он там смотрит и говорит, ой, да я тут все уже знаю, я этот ваш Boolean search уже использую 10 лет, ну окей, как бы, конечно же, не надо. Он поэтому и в дополнительных. Вот. Job offer – это такой сборник теории и заданий, который готовит человека к тому, чтобы он мог сделать кандидату offer, чтобы он мог поработать с какими-то сложными ситуациями, например, когда человек отказывается от offer, чтобы он не просто сказал, а, ну вы отказываетесь, ну хорошо, класс. Чтобы он там попробовал проработать эту ситуацию, чтобы он спросил, почему. Иногда бывают причины, там, не те, которые человек говорит, как бы нужно слушать вообще, как бы в целом, что человек говорит. Вот этот курс как бы настроен на то, чтобы, в общем, каким-то образом помочь влиться в этот процесс. И черем-инструменты. Это вот те самые инструменты, про которые мы молимся с Ксенией уже второй доклад. Вот. Он там, ну это там, наши внутренние системы, просто там в этом курсе показаны все эти внутренние системы, все инструкции, как ими пользоваться. Просто они собраны все в одном курсе, и им на самом деле потом удобно пользоваться как вот этим вот как бы сборником, да, то есть не ходить каждый раз там, искать эти ссылки на инструменты. Понятно, что в какой-то момент они уже сохранятся там даже до адреса в голове. Вот. Но как бы на первых порах это очень удобно. Курс по фидбэку. Ну он такой. Ой, я не думаю, что на самом деле это нужно давать в процессе онбординга, там первые три месяца. Это в целом можно отложить там на первые полгода. Курс готовит вас к тому, чтобы вы могли каким-то образом объяснить нашему коллеге или там нашему кандидату результаты, там, не знаю, прохождения интервью, если это кандидат, да. Фидбэк коллегам мы доносим там, например, когда он выходит из проекта, там, мы обязательно собираем какое-то мнение о человеке. Вот. Иногда это мнение просят донести и чара. Вот. Мы это тоже делаем, чтобы быть готовым к этому. Это тоже нужно делать с умом, как бы подготовившись к этому. Это, в общем, не такое уж и простое задание. Вот. Чтобы к этому человеку подготовить, мы даем вот этот курс. И последний, ну, это не то чтобы курс, это такой сборник рекомендаций от наших маркетинговых специалистов, как подготовить себе такой привлекательный LinkedIn профайл. Да, это чтобы кандидаты думали и смотрели на вас, и сразу понимали, что, ну, вот это вот, если вот там вот рекрутер такой, он вот вообще там такими вещами занимается, вот я хочу к ним. Я не работаю в компании, можно его пойти? Ну, к сожалению, нет. Вот. Но мы подумаем, на самом деле, можем устроить, кстати, какой-нибудь воркшоп по этому поводу. Можно подумать. Да, давайте, давайте обсудим. Класс. Вот. Вот это такой список. Это не полный список, это основное, как бы, то, что мы стараемся давать нашим дорогим рекрутерам и HR. Вот. А какие могут быть особенности при онбординге? Я хотела бы рассказать про разные ситуации, которые возникали лично у меня, да, когда я занималась там разными типами онбординга. Вот. Самый такой, как бы, комфортный, это когда новый рекрутер приходит в старый офис. В старый офис я имею в виду, что локация, которая уже существовала какое-то время, тут есть уже какая-то команда. Вот. Там, как бы, ну, всегда проще, потому что ментор обычно локально можно какого-то найти, то есть человека, который прям подсядет к тебе и все покажет на пальцах. Вот. И, конечно же, есть команда, которая тоже помогает адаптироваться к человеку. На самом деле это очень важно, потому что когда там человек один, в общем, и, ну, точнее, он, конечно, не один, но когда у тебя хотя бы рядом в комнате кто-то есть еще, вы всегда как-то сподручнее и комфортнее. Вот. Один, конечно, он никогда не остается, потому что, как я сказала, мы все общаемся со всеми локациями практически на ежедневной основе. Вот. Второй случай, который у меня был, мы открывали новую локацию в Болгарии. И там, вот, точнее, мы открывали один раз, вот, при мне новую локацию в Польше, и там было проще, потому что туда переехал опытный рекрутер, как бы, из другой нашей уже существующей локации, и он там всех классно зоунбордил. То есть никаких особых, там, усилий, там, сверхчеловеческих не нужно было прилагать. Вот. У меня был случай, когда мы открывали офис в Болгарии, и мы, туда никто не переехал. Там просто взяли локального человека, не говорящего по-русски. Вот. И, в общем, как мы и делали, да, мы просто, я просто поехала на две недели. Вот. Сидела с моей коллегой, мы разбирали с ней все пункты алгоритмов, пробовали все шаги на практике, там уже к тому моменту, на самом деле, начали появляться реальные кандидаты, которых тоже надо было процессить. Вот. Поэтому практиковаться тоже было на чем, да, на ком. Вот. В общем, это я к тому, что все равно, как бы, вот, какие бы материалы вы ни создали, да, какие бы удобные они ни были, всегда хоть хотя бы удаленный ментор, он всегда будет нужен. Потому что, ну, объяснить что-то, не всегда там то, что вы изложили в материале, да, это не всегда понятно там совсем новому человеку, который с компанией, может быть, даже никогда не сталкивался. Вот. Ну и был у нас еще, и она есть, практикантская программа, она есть для технических специалистов. Вот Ксюша про нее подробно уже рассказала несколько раз. Мы такую же когда-то, вот, года три назад сделали для HR-ов, и это было круто. Я должна сказать, что Ксения, которая выступала вот передо мной, это наш первый практикант. Вот. Это человек, да, который уже у нас начинал с этой позиции. И, в общем, в чем отличие, да, материалы в целом те же. Вот. Там просто программа растянута, они немножко по-другому структурированы. Там есть ревью, то есть практикант, он не просто как бы выполняет какой-то набор задач, там, не знаю, там, читает материалы и начинает сразу работать с реальными кандидатами. Там есть, да, ревью, что это значит. Собираются специалисты по направлению, то есть, ну, там, в HR, да, там, из других локаций подключаются опытные HR-менеджеры. Вот. И практикант рассказывает, что он делал в этом месте, какую теорию изучал, что делал на практике. Вот. Кроме стандартных каких-то задач, там, по проведению кандидата, там, от первого шага до последнего, я имею в виду шага рекрутмента, да, там еще практиканту даются такие задания, как, там, ресерч по рынку локации, там, не знаю, там, попробовать, там, выступить на какой-то, там, ярмарке вакансий. То есть, вот добавлять какие-то вещи, которые, ну, вот, дадут практиканту возможность приобретать опыт вот в комплексе и вот под присмотром вот этого ментора, который, в общем, ведет его все эти три месяца. Вот. Да. Сейчас еще я вот хотела вам сказать, про что нужно подумать людям, которые создают какие-то такие же материалы или подобные на будущее, да, просто если вдруг вы решите этим заняться когда-то. Нужно понять, кто будут те люди, которых вы будете онбордить, да, и какой поток таких людей у вас будет. То есть, часто это, редко. Вот. И, ну, это чтобы, как бы, спланировать ваши затраты. То есть, как бы, если это довольно редко, то можно, конечно же, не заморачиваться с самописными системами. Ну, как бы, зачем, как бы, тратить на это очень много времени, денег, там, не знаю, часов разработчиков, если, там, у вас выходит, например, там, один человек в год, да, то есть, можно просто подготовить крутой, там, Google Docs с картинками и, там, не знаю, там, тесты сделать, там, в Google формах. Вот. Это сделаете вы, не нужно никого больше привлекать, и все, все, все равно будет круто. Результат будет такой же. Вот. А, да, про, в общем, в чем это делать, я уже сказала. Вот у нас, как бы, свои самописные системы. Можно, там, Google Docs, SharePoint. У нас тоже в какой-то момент это все было на SharePoint, на портале. Вот. Сейчас это перешло на Confluence и вот на внутреннюю еду систему. Как это можно создавать? Создавать это можно самим, как я уже сказала. Можно отдавать на аутсорс. У нас, на самом деле, была такая комбинированная история. Мы, нам это делала другая компания, вообще не имеющая к нам никакого отношения. Она занимается как раз разработкой каких-то обучающих программ для различных компаний. То есть не обязательно к IT. Не обязательно к IT они имели отношения. Просто они это делали, слушая опытных HR-менеджеров компании. Мы рассказывали им, какой у нас есть процесс, что мы делаем вот в этом случае. Как нам назначить интервью, какая система у нас для этого есть. И вообще, что происходит у нас в компании. Они это все послушали и, в общем, выдвинули нам первую версию вот этих алгоритмов. Вот. И потом совместно с ними мы, значит, это все читали, смотрели, думали. И такие, ой, а вот тут мы это забыли, а вот тут вот как бы вот это забыли. И, в общем, аутсорс был полезен тем, что люди, которые вообще не представляют, что у нас происходит, не знают вообще нашу компанию, они посмотрели на это свежим взглядом, вот на наши все вот эти из уст в уста, к которым мы привыкли. И каким-то образом это формализовали, задали нам правильные вопросы. Мы добавили туда какую-то еще дополнительную информацию, о которой даже не подозревали, что это важно отметить, как было именно в процессе онбординга. Вот. И, да, контент, который вы туда добавляете, вот свои материалы, обязательно учитывать в особенности. Вот у нас, например, есть особенность, что локации есть в Аргентине, в Польше, в Болгарии. То есть это локации, которые не говорят по-русски. То есть мы создаем свои материалы сразу на русском и английском языках. Вот. Какие еще могут быть особенности? Не знаю, там. Может быть, вот там особенность, про которую я уже говорила, например, там, практикант, да, то есть это была отдельная программа, мы немножко свою уже существующую адаптировали под это. Вот. То есть тоже это учитывать обязательно. Ну и нужно продумать, кто будет тестировать материал. То есть что делали мы? Вот когда мы это все создали, был готов материал, мы дали его всем почитать и придумали сразу какие-то проверочные задания. Это был там первый вариант. Вот. Значит, сделали общий созвон со всеми рекрутерами. Вот. И в онлайн-режиме они проходили все эти тесты. Вот. Рассказывали, что они заметили, что было не так, или там, например, что-то изменилось. Вот. Или там тест непонятен, вопрос непонятен, там ничего не понятно. Как бы мы сразу… Там сразу было очевидно, на самом деле. То есть если как бы есть вопрос, и все сразу ответили не так. Ну, вряд ли как бы все рекрутеры в компании не знают, что делать в этой ситуации. И мы понимаем, что просто некорректно составлен вопрос. В общем, таким образом мы это редактировали после этого. Вот. Важный момент. Что бы вы ни создали в будущем, какие бы материалы ни написали, всегда что-нибудь будет меняться. Будьте к этому готовы, что на это тоже нужны будут ресурсы. То есть вот у нас есть рабочая группа, состоящая из трех человек, которая всегда как бы в таком рабочем режиме готова принять какие-то изменения в процессе. Вот у нас они происходят постоянно. Ну, правда, раз в 2-3 месяца точно что-нибудь новенькое. Там кому-то что-то неудобно становится. Мы такие, ну окей, хорошо, давайте тогда попробуем делать вот так. Соответственно, все эти изменения, конечно же, нужно внести в материалы, потому что придут новые рекрутеры, HR, и им будет тогда непонятно, если там будет написано одно, а делаем мы по-другому. Соответственно, у нас есть рабочая группа. Понятно, что там в компаниях поменьше. Это может быть один человек, который это все создавал. То есть это тоже… Просто про это нужно подумать. Вот. Да, мы, наверное, основная тема моя закончилась. Вот здесь я хотела бы вам всем предложить присоединяться к нам в соцсетях. Здесь есть QR-коды, можно прям сразу перейти и присоединиться. Вот, мы будем очень рады. И вообще подписывайтесь на наши всякие анонсы, мероприятия. Мы всегда рады видеть и рады делиться опытом. И рады, если будете звать нас, и тоже поделитесь опытом. Вот. Вы не задавали никаких вопросов. Я поняла, что, возможно, я тараторила и не давала вам возможности. Поэтому давайте, если они есть, то задавайте. Вот. Класс. Давай. Да, знаешь, такое, не то, что против. В общем, первой реакцией всей команды было. Господи, зачем это написали? Мы же и так это все знаем. Ну, как бы, зачем нам это? Вот. Но потом мы объяснили, как бы, что ребята, это, в общем, не для вас, как бы, а для ваших будущих коллег. Вот. Все. Вопросов больше нет. Да. Я говорю, что это, в принципе, программа была такая, что по факту не наканливались, но они активно участвовали? Они принимали активное участие в тестировании этой программы, то есть, как бы, там, пройти все проверочные задания, прочитать материалы, просто как бы дать фидбэк какой-то. Да. Вот. И сейчас алгоритмы мы используем, как, там, не знаю, момент разрешения споров. А вот что-то вы вот тут не так сделали, а что у нас написано в алгоритмах, давайте пойдемте посмотрим. И, может быть, там что-то неправильно написано, может быть, там, как бы, просто человек забыл, там, какая-то редкая, например, ситуация, которая не случается каждый день, да, то есть, всегда можно, к ним всегда можно вернуться, как бы, это круто. То есть, это не то, чтобы материал дали, вы это все прочитали, мы ожидаем, что вы, там, запомнили это наизусть, навсегда. Это всегда при вас. То есть, вы можете это распечатать, вы можете онлайн к этому обращаться, как угодно. но можете там с телефона это все читать. Пожалуйста, этим можно пользоваться всегда, кто угодно, новый, не новый рекрутер. В общем, мы только… Ну, вообще он дается через все системы, которые у нас есть. Там есть прям такая формочка. Дайте фидбэк, пожалуйста, если что-то не так. Или просто напишите хороший фидбэк, если все так. Можно давать фидбэк куратору, можно давать фидбэк просто команде, если куратор удаленный. То есть на самом деле фидбэк, я всегда по материалам, это значит, что нужно что-то как бы изменить или подправить. Его прям надо давать незамедлительно. И в целом это не только относится к этим материалам или вообще к процессу онбординга. Мы в компании призываем по любому поводу сразу все говорить и сразу эскалировать какие-то проблемы, если они возникают. Вот, да, спасибо за вопрос. Да, спасибо большое за вопрос. Отличный вообще. Смотрите, так как я уже рассказывала, да, как мы росли, вот, исторически сложилось, что HR-рекрутеры и PR-менеджеры это, в общем, одна команда. У нас нет такого, что HR-рекрутеры сидят вот здесь и работают с коллегами внутри, рекрутеры сидят здесь и работают с кандидатами, там PR-менеджеры работают в третьем секторе, совсем далеко, и работают так, чтобы там про нас все знали отдельно от всех остальных департаментов. Нет, мы все вместе, и чаще всего мы еще сидим все вместе во всех локациях, там стараются так организовать пространство, чтобы все были вместе. Конечно же, какая-то часть задач, они делятся, да, то есть как бы рекрутер, это рекрутер, который там активно ищет кандидатов, да, и это больше его обязанность. HR внутренний, я имею в виду, да, это кто работает с внутренними коллегами уже. Что-то там у нас интересненькое. Не, ну это было бы громче, если нужно выходить. Вот, да, HR, который работает уже с коллегами внутри, это, конечно же, там тоже, да, у него есть какой-то спектр задач, который является его основным, и вряд ли там рекрутер будет на ежедневной основе там ходить и проводить там какие-то один на один разговоры с коллегами. Вот, к чему я это все говорю. Да, разделение есть, но мы всегда в курсе там задач других людей в нашей команде, и если что, мы можем это подхватить, и вообще мы не очень хотели бы от этого уходить. Поэтому, когда там рекрутер говорит, что я хочу там провести, там, у нас есть такие онбординг-митинги с коллегами, да, общие, в общем, мы говорим, да, хорошо, проводи, если ты хочешь там, пожалуйста. Вот. Вот так. Какие, может быть, я на какую-то часть вопросов не ответила, давайте. Понятно, что я больше интересовала, то есть в любом случае, это то, которое у вас есть, и отвечает за определенные чатки. Да, какие-то задачи могут быть, не обязательно они прям вот есть, как бы сто процентов, да, но если человек хочет этим заниматься, то, в общем, да, это можно обсудить, и там через какое-то время он начнет это делать. Вот, да, да, давайте. Больше с такой, я бы сказала, организационной точки зрения, да, то есть как бы мы не, естественно, там не проводим технические ревью, мы point of contact, да, человек может к нам прийти и сказать, я вырос, я хочу там пройти ревью. Вот, мы ему говорим варианты, как бы как это можно сделать, у нас просто несколько вариантов там. Иногда достаточно просто сходить в проект и спросить, а не сеньор или я? Они говорят, да, сеньор, все, спасибо, выкрываем, идем дальше. Вот, есть как бы такой формат технического ревью, да, на него тоже можем отправить, если это тот случай, когда это нужно делать. Вот. Хорошо, я, например, участвую, что он когда-то делает в технических произведениях, потому что он в том, что он, в какой периодичности он должен проводиться, но и, в принципе, я так понимаю, что он готовый, если вы человеку по ищению определенного времени, то есть кто-то развивает, кто-то претендует на вегатор, кто-то претендует на вегатор в вашем утром, в партале. Ну, вот, да, да. Да, смотрите, по поводу периодов технических ревью, у нас их нет, все растут по-разному, поэтому мы не привязываемся, например, к полугодовым пересмотрам обязательно, то есть у нас такого нет. У нас бывали случаи, когда практиканты росли до сеньора меньше, чем за год, вот, поэтому, в общем, нам очень сложно вот какие-то периоды придумать, вот, правда, мы от этого всячески уходим всегда. А по поводу участия HR в оценке софт-скиллов, если говорить о позициях льда, project manager, когда человек уже на них претендует. Чаще всего, вообще, как бы, человек оценивает кто у нас, как принято, его оценивают коллеги, которые с ним работают в проектах. То есть у нас есть там специальная система, в которой человеку могут поставить оценочку, например, там, сеньор работает в проекте, и плюс у него еще есть там несколько джунов, есть несколько медлов, и даже там несколько сеньоров. И он там распределяет им всем задачи, но пока еще льдом его никто не называет, как бы, официально, да, но вот как бы все видят, что человек, как бы, вот такие вот функции выполняет. Есть возможность поставить ему, так, нескольким людям, которые могут, которые там заопрувлены компанией, оценивать других, они ставят ему там, что он уже темлит, темлит, темлит. Это повод для того, чтобы, как бы, вот поговорить с человеком, там, как бы, осознает ли он, да, что он темлит, и вообще интересно ли ему это все продолжать. Вот, и, соответственно, как бы вот ему говорят официально, ты темлит. И чар, к чару могут приходить с вопросом, там, ну, что ты думаешь, там, как вот, там, работал ли он когда-нибудь с командой, да, менторил ли он практикантов, да, это тоже, как бы, это тоже темлитство определенное, ну, такое наставничество, можно сказать. Вот, то есть, как бы, за таким мнением, да, какого-то официального вердикта мы не выносим, ни в коем случае, больше мы ориентируемся на то, как человек проявляет себя в проекте, то есть, как бы, какой фидбэк по нему дают, project manager, там, если есть там team lead какой-то, да, может быть, еще кто-то, кто может это оценить, там, у нас, у некоторых индустрий, у нас, как бы, в компании есть индустрии, да, в которых мы считаем себя экспертами, а в некоторых индустриях есть, например, в финансах, у нас есть свой HR, который вот следит за всеми ребятами, за тем, как они растут, то есть, он не привязан к локации, он не привязан, там, к воронежским каким-то коллегам, да, он просто привязан к финансовой практике, смотрит, там, кто как себя чувствует, кто как вырос за какое-то время, периодически с ними разговаривает, чего кому хочется, вот такой формат у нас тоже есть. Ну, я сейчас буду воспользоваться следующим, да? Конечно. Скажите, у вас такой вопрос, вот вопрос нет, да, актуален, если у вас ментор техническая часть, я имею в виду команда, 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 в куратах, в этих приматуратах, это HR-картами, а вот часть ментора, который по технической части возвращается. HR-а. Это первое половина вопроса, второе половина вопроса, как вы стимулируете ментор? Дело в том, что на практике сталкивается, что те же самые сеньоры, они не совсем, хотя, назовем так, в том числе, менторе санкута, то есть, у него есть проект, у него есть свой тайминг, который есть. Угу. Ну, как правило, это тайминг, который, в моменте, который мы будем, когда, у вас, по-минус, да, это на работу. Да. Как это здесь, как это? Я поняла вопрос, давайте с первого. Начну тогда по поводу, я правильно поняла, что вы имеете в виду какого-то технического ментора для HR-а. То есть, нет, не технического ментора для технического сотрудника. А. Для делового. Когда к нам приходит, там, middle Java-разработчик. Да. Когда выгружу, там поставите, вы представляете, это HR-а, которые непосредственно занимаются в обороне, в том числе, да, а вот ставите ли ему какой-то ментор вообще? Вот какого-то... Да, вот вы правильно ответили сами на свой вопрос. Если человек приходит сразу начинать работать в каком-то проекте, обычно, ну, как бы проект ему предоставляет какого-то ментора или просто, как бы там, группу людей, которая вводит в курс человека, и рассказывает, что тут да как. Мы со своей стороны, как HR-ы, вводим человека в компанию, проект вводит его, вот, ну, как бы в проект. Смысл вводить в какие-то general технические вещи с первого дня нет, потому что если человек пришел в проект, то вот он для него и будет самым важным, потому что, как бы он... Ну, это и правда так, то есть человеку нужно проявить себя на своих основных активностях, на которые его взяли вот на текущий момент. Вот, если человек приходит, такое бывает, да, не сразу попадает в проект какой-то, то человеком занимается тоже специальная группа людей, которая рекомендует ему там что-то подучить или там почитать, взять какие-то курсы в его направлении, ну, просто исходя из того, с какими результатами он к нам пришел. да, такие люди всегда есть, как бы, либо это проект, либо это люди от компании. Мы их называем ресурс-менеджера. Вот. Второй был вопрос. Стимулирование менторов, да. Ну, вообще, мы стараемся привлекать к менторству людей, которые готовы говорить про это без пока, без каких-либо бонусов, без каких-либо там специальных благодарностей. Почему? Потому что, как нам кажется, самому ментору это тоже интересно. Это его рост. Если он стимули, какой-то его рост в том, может быть, это... Это... Я хочу сказать, что он не может заматерировать, что он скажет, ребята, у меня команда на 15 человек, да, вот я себе проявляю среди сентября, да, где-то комплименты покажут. Зачем мне это? Ну, наверное, тогда вряд ли этот человек будет ментором у нас. Мы окей с этим, мы ни в коем случае никого там... Но у нас нет цели, чтобы все люди, как только становятся сеньорами, пошли просто на этот, в общем, менторский конвейер, да, и начали нам штамповать практикантов. Нет, ни в коем случае. Это должно быть желание, это должен быть запал, человек должен хотеть заниматься другим человеком. значит, вы по большому счету человека выделяете ментором того, что у вас хорошая коммунициативная цель, да, тот принцип, сам говорит, вот давайте мне это, да, перевод, да, участие, это так. Нет, мы периодически мониторим как бы список потенциальных людей, да, это даже говорить можно про менторов, можно говорить про экспертов, которые проводят интервью, да, для компании. Мы периодически мониторим эти списки и смотрим, как бы, кто у нас подрос, как бы, кто уже готов и уже подходим, рассказываем, что это такое и спрашиваем, интересно ли это человеку. У нас, безусловно, у нас есть благодарности, как бы, определенные в компании менторам, но мы не начинаем с них разговор, мы считаем, что это неправильно. Мотивация очень слабая, ну, как бы, если начинать с денег, как бы, вот в таком процессе это слабая мотивация. Да, конечно. Если походите в сфор, это когда у вас не находит клиента, да? Да, да. выгодно какой-то процент в сфи, как-то не говоря дофига. Да. мы будем смотреть, кто есть еще. ну, как бы, всегда можно попробовать, а если, например, все сеньоры заняты своими практикантами, но мы можем попробовать там, какого-то медла, стронг-медла к нему представить со своим практикантом, чтобы он там полноценно вел своего и приглядывал вот за этой парой практиканта и ментора. Вот, разные варианты бывают. Бывают, менторы готовы взять нескольких людей, и это тоже мы уточняем. Вот. В целом, да. Да. Вот. Ну, у нас бывает такое. Слушайте, ну, я вот вам честно скажу, как бы, вот, ребятам интересно. Бывают такие случаи, когда там ребята говорят, там, я ближайшие полгода не готов никого брать, потому что у меня в проекте просто ужас. там, как бы, очень много задач. Да, 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 вот, такое бывает. Ну, мы говорим, ну, хорошо, мы ставим ремайндер, приходим, как бы, через полгода и спрашиваем еще раз. Но это временно, как бы, мы это понимаем, и мы понимаем, что мы ничего с этим не сделаем, но даже, ну, не знаю, там, ну, не будет, ну, не будет счастья никому, если мы заплатим ему, там, 20 миллионов долларов. Кто еще? Ага, я поняла. Ну, эти люди знают, что компания им просто пожизненно благодарна. Ну, мы все время это говорим, ребята, на самом деле, как бы, это правда важно. Ну, как бы это ни было смешно, это правда важно. Вот. Они видят результаты своей работы. Это, как бы, еще один способ мотивации, да, то есть, когда ты видишь человека, которого ты направил на этот путь, который, там, за три месяца вырос от практиканта до джуниора, ну, по мне, так это очень важно. То есть, как бы, это вот твоя какая-то там галочка внутренняя, и ты такой, какой я классный. Вот. Еще и вот... Ну, вот в таком виде, в котором я показала, нет, но, конечно, да, у нас вот та система, которую я показывала, вот этот вот онбординг таски, как я сказала, они присылаются каждому новому нашему коллеге, но со своим списком, естественно, да, вот. Выполнение? HR. Да, мы тоже смотрим, мы тоже присмотрим за техническими ребятами, тоже, ну, то есть, какие дела сделаны, какие не сделаны. У всех этих дел, еще, кстати, не сказала, есть сроки, то есть, когда, в течение какого периода надо сделать и это, вот то, и еще. если мы приходим с задачей, которые стоят в рамках работного проекта, да, да, как мы сейчас повлиять на экономику и на базу, если он не готов отвечать за это. Так, сейчас, есть проект, в котором есть сеньор, к которому пришел какой-то новый коллега, и сеньор не готов отвечать. Если как бы никто этот вопрос вообще больше не хочет решать, потому что там обычно есть еще проект менеджер, тимлид, ну, или там еще какой-нибудь сеньор, вот, но если этот вопрос никто не хочет решать, ну, тогда мы пойдем к менеджменту этого проекта и спросим, как бы, ну, в таком случае, как бы нужно как-то там помочь человеку, найти кого-то еще, кто сможет, либо поговорить еще раз с этим сеньором, попробовать там какую-то краткосрочную мотивацию, да, ему устроить на это все дело. То есть, каким-то образом, естественно, мы будем влиять. Вот, нам главное об этом только узнать, вот, потому что это... Ой, ну, на самом деле не часто. Я даже сейчас не могу вспомнить конкретных случаев, когда бы это происходило. Объясню, почему. Потому что, когда человек приходит в проект, он обычно нужен проекту, и обычно его там собеседовали в проект, то есть, как бы, это всегда кому-то нужно. то есть, HR не для себя же берет вот этих всех людей, да, как бы, нам, нет, нам с ними кайф, как бы, мы там обожаем с ними тусоваться, да, но они еще работают в проектах, которые очень всегда срочно, очень всегда просто с потом и кровью ищут этих специалистов. И если они еще потом, как бы, не будут ими заниматься, ну, как бы, сорян, давайте, в общем, что-нибудь с этим сделаем. Вот так мы примерно говорим. шучу. Да, еще какие-то есть вопросы? Давайте. достаточно гибко и индивидуально. У нас нет никаких там ограничений. еще вопрос, вот, в частности, какие коммуникации происходят на Азии? Так. Как сейчас, какие-то задачи, какие-то задачи, какие-то задачи. Да, смотрите, это зависит, на самом деле, какими задачами вы занимаетесь. Вообще, если, ну, как бы, вот вы там работаете, например, там, на Воронежский рынок, да, есть обязательные общие созвоны со всеми локациями, в которые принимают участие коллеги из Аргентины, Польши, Болгарии, ну, и других нерусскоговорящих локаций. Вот, соответственно, там только английский язык. Вот, все материалы, которые создаются в компании, они в первую очередь создаются на английском, то есть, как бы, вы используете, и системы все, они все на английском языке. Вот, еще вот, что у нас, как бы, было, да, вот в Воронежской локации, что у нас есть. У нас вот один из HR-ов, Ксения, она еще общается с кандидатами на английском, то есть, она у нас такой, как бы, пре-ассессмент перед преподавателями, да, то есть, как бы, чтобы какие-то, ну, вот, как бы, чтобы какие-то там спорные случаи попробовать разрешить сразу и там не занимать время ни кандидата дальше, ни наших преподавателей. Далее есть у нас рекрутмент он-сайт команда. Я тоже, кстати, вот являюсь членом этой команды. Что мы делаем? Мы ищем коллег для наших он-сайт локаций. Это Нью-Йорк, Лондон, ЦУК, Нюнхен. Вот. Там мы полностью всегда общаемся с кандидатами на английском языке, письменно, устно, как бы, ну, все на английском. Вот такие варианты есть для общения на английском. А там, не знаю, один раз менторила новичка, ну, вот как в Болгарии, один раз в Аргентине тоже все было на английском, и плюс еще удаленно. Но в Аргентину, в общем, не стали меня отправлять, конечно. Так. Еще есть какие-нибудь вопросы? Давайте. кандидатов. Вы имеете в виду внешний реферальный. Я имею в виду именно это. То есть, привлечение сотрудниками своих людей на том, что мы можем построить с тем, или это просто там какая-нибудь списка на приведенном сотрудничестве? Ну да, у нас есть фиксированные благодарности коллегам. Мы это всячески рекламируем, то есть там у нас есть периодические рассылки там со списком позиций, за которые мы готовы быть особенно благодарными нашим коллегам. Вот. Но опять же, мы стараемся это не позиционировать как способ заработать, да, как бы мы это позиционируем как благодарность и за то, что вы там распространяете информацию о компании положительную, что вы приводите своих друзей, и для нас это на самом деле ценно. как Ксения сказала, это очень крутой сорс с кандидатами. Он на уровне активного поиска, вот правда по количеству кандидатов, которые на фуллтайм к нам вышли, вот, он вот на этом уровне находится. То есть казалось бы, да, что там, ну не может же каждый человек там каждую неделю приводить кого-то своего друга. Ну да, не может, конечно, но если посмотреть потом на цифры по всей компании, то это вот, в общем, один из первых ресурсов, откуда кандидаты приходят. Я поняла вас, да. У нас по-разному бывает. У нас для каких-то позиций, особенно горячих, есть финансовый способ мотивации, да, есть, если просто там позиция не супергорячая, ну понятно, что кандидаты нам прислали, мы не будем, как бы, его отклонять, что да, ой, извини, как бы, нет, подожди, вот пока он нам будет нужен. Нет, конечно. Вот, мы все равно поблагодарим коллегу, ну там, каким-то сувениром, не знаю, там, вот, обязательно. Да, да не за что. Спасибо за вопрос. Так, еще какие-то будут вопросы? Да. Класс. Это прекрасно. Мы все вместе ответим, давайте. Какие основные трудности именно вот локального подбора Воронинца? И, собственно, если прям очень тупо идет на какую-то там, может быть, новую локацию, да, с новыми сувениками, где в Воронинце, может, в этом, 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 мы можем попробовать поискать где-то еще, да, в каких-то близлежащих регионах, мы можем попробовать, если это долгосрочная перспектива, мы понимаем, что этот проект там будет еще основной тысячу лет, и эта технология будет нам нужна, но мы растим рынок сами. Вот, так было, например, с питоном, да, когда у нас там четыре года назад появился большой проект именно в Воронеже, рынка не было практически вообще, вот, как говорится, от слова совсем, вот, ну, в общем, начали проводить, организовали питон-комьюники, начали проводить ивенты, вот, он вырос. А, еще, вот, релокационные какие-то пакеты? Да, у нас есть, можно на нашем сайте почитать, там все подробно написано, есть релокационный пакет, мы помогаем кандидатам с релокацией, в общем, всячески поддерживаем, и хотим сейчас, на самом деле, так развивать эту тему, вот. где их брать? Говорить всем, что английский очень важен. Нет, на самом деле, как бы, вот плоды того, что мы это всем говорим на каждом шагу, да, что английский очень важен, и это не только потому, что к нам, а как бы в целом, да, вообще он важен, все больше и больше. Это дает свои плоды, ну, как бы, вот мне кажется, да, вот за несколько лет ситуация на рынке поменялась, это правда. То есть, все больше кандидатов с хорошим английским, ну, как бы, просто нужно не уставать, повторять это людям, и в какой-то момент они в это поверили. Да, Ксюш, может быть, что-то еще, я забыла. Необязательно. Необязательно. Вообще-то у нас требования и вот как ваше время то есть понимать, что он не нужен, и для него просто, просто, вот. Ну, это, это замечание, компания, проезжая компания, там, вот, мы помним это, у нас есть такая тоже программа, обучающая, она, как-то, вот, мы лишь, но тоже, как-то, на сайте читательные, в общем, это заход, я бы сказала, у нас есть же представители, читатели, кто-то занимается и не будет. А вот, и, там, кто-то здесь да, у нас идет, что он оказывает на наших клубах, ну, не так, в следующем команде коллег, либо коллег, который уже, что он всегда не судил, и вот он немножко подать там детскую высоту, а сейчас бывает не поможет, там, сейчас не сможет нам здесь там, потому что или нет разговоров с графиками, или нет, а практики менять, и потом мы постучаем с культуру, и мы с вами с какой-то свиданием с ночи, что мы начинаем нервы, все дела, и он может быть сложным. В общем, это сможет идти там месяц, буквально, или с такого динфицированного с того, то есть это не обучающий проект, не обучающийся, они очень хорошие, готовы обучать, или готовы ждать, пока они Ну, то есть, или категорическое отражение, например, в документах, как здесь, по словам вашего. Мы тоже это не можем сделать, то есть, вот этот разговор на хуй, мы можем предоставить тем, по-моему, 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 по-моему. Да. Ну, конечно. Пока английского не будет. Я немножко добавлю. Вот тот период, если мы готовы взять кого-то в российский проект, например, где английский пока не нужен, мы берем человека с тем условием, что он готов вот это время, пока он находится в этом проекте, каким-то образом посвятить время английскому языку, чтобы потом, если проект когда-то выйдет из него или он закончится, этот проект, чтобы уже не было никаких ограничений по другим вариантам его пристройки внутри компании. Что вы имеете в виду, в каком плане? Вы имеете в виду конференции, да? Конечно. Конечно. Ну, мы участвуем как бы как… Ну, вот я бы, как вот в предыдущем докладе было слово «хантим», да, и вот сейчас я как бы… По-разному, по-разному, в общем, можно это определять. Да, смотрите, конечно же, там понятно, что все маркетинговые активности, которые мы производим на рынке Воронежа, они нацелены на то, чтобы… ну, на рынок кандидата, да, клиентов мы здесь не ищем. Вот, поэтому, да, мы как бы присутствуем на мероприятиях, мы общаемся с кандидатами, но вот смотря, что вы как бы вкладываете в понятие слово «хантим», да, вот как и рассказывала Ксюша, если кандидат приходит к нам, там, смотрит наши наклеечки, листовочку и говорит, там, а что, а какие у вас, вот, там, я, там, работаю JavaScript разработчиком, а какие у вас есть вакансии для меня, там, ну, у меня, там, например, сейчас нет английского. Ну, как бы, я же не могу убежать и не ответить, ой, извини, я тут как бы вот не буду ничего тебе рассказывать, потому что это нехорошо. Вот, конечно, мы рассказываем, да, но как бы там подбегать и как бы дергать вот так вот потихонечку того же JavaScript разработчика, который на нас даже не смотрит, мы не будем, нет. Мы постараемся с ним познакомиться и в человеческом формате, да, но мы можем это, если, как бы, возможность будет, ну, конечно, мы, мы, как бы, мы познакомимся там с неограниченным количеством специалистов, которые будут к этому готовы и открыты. Если человек не хочет там сейчас общаться, ну, нет, мы не будем, в общем, нет, да, это невозможно. Да, конечно. Есть ли какой-то глобал спутчат комьюнити Воронежа? Глобал, вот оно здесь. Воронежа. Вы знаете, поля, там, в мессенджерах, там, в сайте, в контакте, в контакте, в контакте. В Воронеже. Я готов взяли для себя организация клуба. Класс. Давайте. Знаете, это довольно неудобно, опять, да, допустим. Поддерживаю. Да, 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 я понимаю, о чем вы. При этом он адекватен, он у него хороший, там, кейс, он вообще крутой, там, ну, по каким-то причинам, условно, да. Как вы, например, взяли, там, на проезд русскоязычный, да, человека, если вы, скажите, не проезд окончен, то он в листе не будет, да. При этом он вполне хороший, ну, не знает, куда его ответить. Почему вы там сейчас его не забросили, да, и чтобы там кто-то из таких же, как мы, допустим, его посмотрели. Это вполне нормально, вполне дезонно, это вполне, ну, работа, на самом деле. Ну, в целом, как бы, в целом это звучит интересно, да, но тут, конечно же, нужно там соблюдать всякие штуки, там, по поводу персональных данных и вот этого всего, да, как бы, если вы будете этим заниматься. Ну, мы можем это сделать, допустим, на уровне создания, выпускать. Почему нет? Да, ну, там... У всех есть у всех, у всех. У всех, согласна. У всех, согласна. У всех, давайте, 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 давайте. Давайте попробуем. Правда, как бы, в Воронеже я про такое не слышала, да, ну, по крайней мере, мы там не состоим, да, если такое есть. В других наших локациях есть, в Украине это вообще, как бы, там, развито до такого уровня, что, там, городские, региональные, все украинские чар-чаты. Вот. Вы понимаете, когда ты ходишь на определенный уровень, ты понимаешь, что, в принципе, чар должен где-то взаимодействовать, да, с чем конкурировать, да. Никто не, никто не где-то не взлетает в принципе конкуренты, да, особенно боится. Он очень большой, и он с каждым днем, даже, я бы говорил, даже месяц, да, все между собой конкурируют, все хотят себе какого-то разработчика, никто не хочет себе, не совсем компетентного человека, но вместе с тем, ну, есть определенные какие-то, требования, там, часть того, что мы можем пообщаться, мы можем обсудить, мы можем обсудить в том числе в рамках каких-то такого мероприятия, да, какие-то нас ключевые проблемы, которые у нас есть, мы можем обсудить с тем, что делать, там, банк девелоперов, которые там будут в реальной недокладной, да, но были какие-то случаи, что там люди еще-то не парикодировались, да, потом приходят на совет, да, и в сумму все конкуренты, как он крутой, а он через два месяца себя проявляет, опять, ну, это можно обсудить точно, ну, вот, да, как бы, единственное, там будут нюансы, да, вот.